И вести театральной жизни, как сделать волшебный макияж, который способен состарить или, наоборот, омолодить актёра, сделать его лицо более суровым или сердитым, или, напротив, позитивным и добродушным. В Черкесске прошёл мастер-класс с участием профессиональных театральных гримеров из Ингушетии. Как при помощи грима создаются образы, которые потом будут воплощать актёра на сцене, увидел Мурад Жанкёзов. Театр – это волшебное место, где нарушаются законы реальности и происходят необычные события и поразительные перевоплощения. Требуемый для роли образ создаётся с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. Как искусно изменить внешность актёра? Для этого используются специальные составы, парики, пластические наклейки и краски. Они могут находиться на лице долгое время, не изменяя цвета, текстуры и плотности наложения. Я рад видеть, что театры в нашей республике, например, сегодня организатором выступил Черкесский национальный театр, очень активно работают, хотят развиваться. И особенно отрадно видеть, что среди участников этого мастер-класса не только театралы, но и люди, которым важно развивать свой собственный бизнес, например, детские праздники, детские выступления. Здесь люди, которые увлекаются современными видами искусства и хотят расти. Для того, чтобы культура развивалась не только внутри театров, а вообще в республике, мы и будем такие мастер-классы проводить и дальше. Работа гримера не сводится к банальному нанесению красок. Любой визажист должен знать основы анатомии и строения лица. Например, рисовать морщины нужно именно в тех местах, в которых они должны быть физиологические. Необходимо также знать законы распределения света и тени и учитывать их, создавая образ так, чтобы сценическое освещение не смазало или, наоборот, не огрубило лицо актера. И если артист не загримирован, он может просто пропасть на сцене. То есть это может быть просто серое пятно. И поэтому артисты знают, что грим необходим на сцене. И, естественно, для создания образа того или другого помогает в этом грим, как ничто другое. Естественно, там и свет играет большую роль, и костюм, и парик, и так далее. Но грим, оно всё равно создаёт такой необходимый образ, задачи режиссёра и художника-гримера. Они как бы вместе, в таком творческом союзе решают, вот как должен быть на сцене актёр. Театральный грим отличается от других. Он более резкий и интенсивный, а при близком рассмотрении может выглядеть даже отталкивающе. Разве может оставить равнодушным имитацию огнестрельного ранения или ожога? Зрителями в этот день выступили сами актёры республиканских театров, их гримеры и приглашённые. Организатор встречи – Черкесский драматический театр. Мы решили привезти специалистов из республики Магушетия, которые работают в этой сфере, которые профессиональные гримеры. И вот сейчас мы видим, что идёт такая очень приятная живая атмосфера, идёт общение. Какие методы работают, какие методики они используют. И вот для того, чтобы повысить уровень наших специалистов, мы, я имею в виду Черкесский театр, очень рады, что это мероприятие сегодня у нас проходит. И в дальнейшем будем планировать такие и другие наподобие мероприятия. Мурат Синкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкессия.